Щитник выходит при поддержке компании Фронда Мебель. Ну что, наша скорая помощь, ой, простите, пожалуйста, наша скорая телевизионная помощь, на сей раз опять в Верхнем Чуе. Нас здесь ждут, причем ждут десятки людей. Что такое? Чем сможем помочь? Сейчас разберемся. Здравствуйте, что такое? Что случилось? Мы насчет корректировок на общедомовые нужды. Я на инвалидности, живу одна. Я каждый литр, можно сказать, экономлю. Вот, пожалуйста, у меня трата холодной воды 380, а корректировка плюс на общедомовые нужды идет 9 кубов 411. Живем в деревянном доме, отродясь никогда не моют, не подметают. Что это такое? Мы не знаем, что за зверь такое общедомовые нужды. Так, что у вас здесь? Я вот одна живу. Мне написали лишь 16,8 кубов холодной. 16 кубов? Вот, посмотрите. Мы с сыном приехали с санатория. У нас наши счетчики по нолям. Ну, мне написали 4,8 кубов холодной воды, 3,67 кубов горячей. То есть на 913 рублей я за кого-то, мне этой воды на 2 месяца хватит. Почему я, имея ребенка-инвалида, иду работать, чтобы более или менее достойную ему жизнь создать? Должна все эти деньги тратить на коммунальные. Просто не сетя. Тем более у нас. Давайте, знаете что? Давайте мы, наверное, найдем эти реки. Может, у вас где-то под домом-то реки? У нас нет подвала, мы на земле дом стоит. А пишут, вот, 7,5 за сентябрь, 14 почти за октябрь. Я живу одна. Может быть, где-то труба какая-то выходит с вашего дома? Нету, какая труба, откуда она может выйти? Ну, кто-то, наверное, подкопался, воду, наверное, 30 кубов, это же ум не постижило. И вот, там есть справочная служба, а там мне ответили, я говорю, откуда корректировки, нет утечки, нет ничего. А говорят, а вы разве не знаете, что вы платите за неплательщиков? Вы погашаете задолженность за тех, за кого не платите. Вот это справочная служба мне ответили. Бабушка, а что у вас такое? А что приключилось? Я здесь командир, у нас нет начальства, я за всех. Так, может быть, вы телезащитник, наверное, да? Телезащитник, да. Так, ну, расскажите, что вы. Что, если бы, я стихо только скажу, если бы наших избранников садить на голодный паек, что-то было по техе и панике, сократил, чем в доме их срок. Ага, понятно. Понятно? Правильно. Так, это новая, новая тема. И, знаешь, вот этот рынок и перестройка эта, говорит, новый рынок, несомненно, дал нам много перемен. Одному всем рюгу с хреном, а другому только хрен. Я поняла, что ходить никуда не надо, все сидят, станы протирают и ничего не хотят делать. Вот к нам, вы к нам можете приходить, потому что у нас со штанами все нормально, мы их еще не протерли, не успеваем везде, так сказать, ездим, ездим. Значит, давайте так, мы разберемся с этим, где ваши вот домовые счетчики, давайте посмотрим. У нас вот домовой счетчик, надо поглазить. Я подлезу, подлезу, покажите, где. Мы уже куда только здесь не залезли. Так, ну что, в такое окошко, пожалуй, я, наверное, не залезу. Как интересно, люди могут проверить показания счетчика, а здесь, по-моему, только, наверное, партизаны когда-нибудь могли залезть. И вот только партизаны в такую дырочку могут пролезть и что-то там увидеть. Честно говоря, я ничего не вижу. Почему вот такие счета он выставляет, такие деньги? Почему? Вот как вы думаете? В начале отопительного сезона было в столице, Изюмский отчитался перед администрацией, что у него нет задолженности перед энергоносителями. Это о чем говорит? Когда половина жил фонда, жильцы не платят за квартиру, а у него все оплачено. Значит, чего? За счет вас. За счет, которые платят. Вначале это обзывалось корректировками в 2010-2011, потом стали дополнительные объемы. Сейчас это обозвали общедомовыми нуждами. И вот как только по-новому их обзывают, сразу цена вопроса возрастает. Как может зависеть дополнительная общедомовая нужда от квадратных метров? Если мы живем вдвоем в трехкомнатной квартире, я же полы мою, там все это, обслуживаю свою квартиру через свои счетчики. Я же не выхожу в подъезд и не набираю это. Почему люди, живущие в больших квартирах, ну вот один человек живет в трех-четырехкомнатной, он должен на общедомовые нужды платить больше, чем, например, пять человек в однокомнатной? Это, а все ссылаются на постановление. Наши руководители, некоторые чиновники, они считают, что у нас в каждой квартире стоит бассейн в реке Миссисипи. Значит, мы поедем сейчас разбираться, поедем разбираться, да? И все, что наша программа может сделать, мы это сделаем. Люди не могут понять, почему столько им добавляют по счетам за воду, никакой информации люди получить не могут. Что касается, так скажем, тех объемов воды, которые сегодня получают собственники, там 37 воды, значит, ну, чтобы все четко сразу же понимали, что к потреблению индивидуальному или конкретно к человеку, к которому пришло, к его индивидуальному потреблению, это не имеет никакого отношения. Это раз. Это к тому, что отсутствовал человек, там, да, один живет или не один. Это первый момент. Второй основной момент. Все должны четко понимать, сегодня, сегодняшнее начисление жилищно-коммунальной услуги, сегодня производится строго по постановлению, действующего с 1 сентября 354, а до этого, согласно 37-го постановления, исключительно. Я сегодня тоже прекрасно понимаю, что тот столбик, который называется общедомовые нужды, в большей степени всех квитанций, именно к общедомовым нуждам не имеет никакого отношения. И я это прекрасно понимаю, мы все с вами взрослые люди, и прекрасно я понимаю, что если у человека 7 кубов дополнительно приходит, что ни на какие общедомовые нужды такого объема воды, ну, невозможно потратить. Так вот, сегодня нужно первое, откуда эта разница появляется? И откуда она? И что за источник образования этих разниц? И что сегодня причина лежит отчасти в тех квартирах, где нет приборов учета, в части квартир, где стоят эти индивидуальные приборы учета? Еще одна из причин, почему сегодня собственники получили достаточно массово, достаточно большие расходы на общедомовые нужды, связанная только с тем, что прием передачи, скажем, от старой управляющей компании новую, производится на 31 октября, что не соответствует, скажем, календарному, не календарному, а месяцу потребительству. Получилось это полтора месяца? Абсолютно, да. То есть получилось, что показания общедомовых приборов учета, они достаточно большие. Здесь переживать не стоит, потому что в следующий месяц он абсолютно спокойно компенсирует все эти расходы, соответственно, скажем, новая управляющая компания войдет выпустить свои первые квитанции, возможно, даже за минусом этих общедомовых нужд. Ответ у нас мы получили. Я думаю, что все вместе мы все-таки в этой проблеме мы разберемся. Ну, если кто-то, как говорится, в этой истории не прав или виноват, ну, это будет, как сегодня принято говорить, это будет другая история. Мы приехали к вам, потому что побывали у жителей Верхнего Чувова. В принципе, у людей жалобы одни и те же. Появилась новая строка в квитанциях – общедомовые нужды. И вот мы посмотрели на эти общедомовые нужды, там практически речь идет о увеличении расходов воды и, естественно, увеличении платы. Дошло до того, что у одного из жильцов в эти общедомовые нужды добавили 31 кубометр воды. Люди спрашивают, как так, откуда, почему. Объяснить ничего не можем. Действующее законодательство устанавливает обязанность управляющих компаний, обслуживающих организаций, обязанность раскрыть информацию. Раскрыть информацию в том числе финансового характера. Каждый из жильцов вправе этим ознакомиться. Неисполнение организациями, управления обслуживающими организациями этого порядка, оно влечет за собой соответствующую ответственность, в частности, административная ответственность, установленная административным кодексом. Проверки прокуратуры, которые проводились в предыдущие годы, показывают, что вопрос с начислением связан с снятием показаний с общедомовых приборов учета. Общедомовый прибор учета – это общедомовое имущество. И каждый из жильцов фактически вправе получить доступ к этим счетчикам. Скажите, пожалуйста, вот то, что мы сейчас, то есть средства массовой информации, обращаются к начальнику управления. Мы вот говорим о том, что сегодня в Верхнем Чове творится вот это. Вам достаточно будет того, что мы сейчас к вам обратились? Любое обращение, в том числе и следств массовой информации, в соответствии с нашими организованными распределительными документами, является основанием для проведения прокурорской проверки. Проверьте, пожалуйста, почему в Верхнем Чове вот такое творится. Тем более, что мы уже не раз по Верхнем Чове работали и будем работать. Одна управляющая компания уходит, другая приходит. Где-то что-то кто-то недописал, кто-то переписал, кто-то увеличил. А люди-то информацию нормальную получить не могут. Сегодня в Расчетном Центре на наш звонок ответили. Это политика. Может быть и политика. Вот когда принимаются законы вверху, вот там внизу кто-нибудь о простом человеке-то думает? Об этих бабушках, об этих дедушках, о инвалидах. Голые цифры и деньги. Вот что главное, наверное, в многих наших законах. Где-то у кого-то течет, а может быть течет это не где-то у кого-то, а может быть это течет где-то сверху, протекает. Так может быть вот там нужно будет нам кран перекрыть, чтобы там думали об этих людях, которые отдают пенсию, последнюю пенсию, для того, чтобы заплатить по счетам. Ну, наверное, по счетам должны платить и кто-то другие. Те, у которых кран. Программа «Телезащитник» выходит при поддержке компании «Фронда мебель». Программа «Телезащитник» выходит при поддержке компании «Фронда мебель» Субтитры подогнал «Симон»